всем привет перед вами целый стол из профессиональных препаратов от клопов здесь только часть препаратов которые мы используем на самом деле гораздо больше просто вот эти только поместились на стол сегодня разберем наверное самый важный самый популярный вопрос в дезинфекции какое же средство самое эффективное от клопов на самом деле очень сложный вопрос но если подытожить сразу весь ролик для тех кто прям хочет сразу узнать не существует самого эффективного самого мощного самого сильного препарата от клопов который бы работал на сто процентов то что у вас сработал какой-то один препарат не значит что в другой квартире он прям возьмет да и сработает на самом деле это не так в этом ролике мы разберем как раз все факторы которые влияют на эффективность препарата и чем руководствуется дезинфектор при выборе препарат при обработке скорее всего подписчики которые в теме они наверное сразу поняли что я распределил препараты не просто так в линейке а еще и по химическим группам фосы фосфоорганические соединения перитроиды неоникотиноиды и карбоматы это четыре основные химические группы которыми пользуются дезинфекторы на самом деле химических групп тоже достаточно много например фенилперозолы ювеноиды вообще много разных ингибиторы синтеза хитина регуляторы роста также синергисты это вообще отдельная тема для отдельного ролика в общем много химических групп но почему их так много и зачем они все нужны давайте по порядку вся проблема заключается в резистентности насекомых препарату или устойчивости это немножко разные понятия устойчивость это просто способность терпеть неблагоприятные условия как вот например тараканы можно обработать препаратом и вот они терпят ну некоторые конечно терпят вот эти вот неблагоприятные условия потом отпиваются водой и в итоге лечатся от препарата и дальше себе спокойно живут а вот резистентность это уже способность организма выдерживать дозы пестицида и не просто пережидать вот эту неблагоприятную среду а успешно жить перемещаться и размножаться в условиях данной среды то есть обработали квартиру а клопы продолжают жить ходить размножаться как будто ее никто не обрабатывал вот это уже называется резистентность лопами вообще беда по этой резистентности так как они уже на планете все травленные перетравленные и уже встречаются особи даже с мульти резистентностью что это такое это выработка иммунитета сразу на несколько химических групп также встречаются и клопы с биологической устойчивостью вот посмотрите на эту фотографию это вроде бы два клопа два самца но попробуйте найти десять отличий на этой картинке слева обычный постельный клоп а справа тропический и в чем же их отличие вот у тропического клопа который справа у него более утолщена передняя спинка и кутиковы то есть он практически можно сказать что одет в костюм химзащит и это вот он таким родился а не мутировал от препаратов также у взрослых особей тропических видов на голени более развиты подушечки и клейкие волоски вот посмотрите слева обычный клоп видите сколько волосков и справа все фото увеличено под микроскопом гораздо больше вот этих вот клейких волосков и благодаря им клопы вот эти тропические могут передвигаться по вертикальным поверхностям любого типа то есть даже по скользким а теперь представьте что вот такие тропические клопы которых кстати больших городах типа москвы и санкт-петербурга уже частенько начинают встречаться на внешний вид их конечно не определить невооруженным взглядом без приближения у них и так уже есть биологическая устойчивость на препараты а вдруг у них еще и выработается резистентность препарату а если мульти резистентность и чем тогда травить этих клопов вот как раз для таких случаев и нужен такой большой выбор препаратов но даже имея все эти препараты у вас на руках еще не факт что получится вывести клопов потому что нужно еще учесть очень важно учесть ротацию препаратов у всех этих препаратов есть свои особенности и механизмы воздействия то есть даже если вы купите два препарата и даже учтете что можно купить два препарата с двумя химическими группами разными можно неправильно подобрать механизм воздействия вот для примера вы можете купить фосы и карбоматы это вроде как бы две химические группы разные одни дороже других даже и думаете ну значит обработаю одними потом через две недельки повторю и обработаю другой химической группой а если начать вдумываться то выясняется что механизм действия у то у них практически один и тот же что фосы что карбоматы они воздействуют на нервномышечную систему клопа блокируя фермент ацетилхоленостеразу вот посмотрите на вот эту диаграмму что у фосов что у карбоматов практически один и тот же механизм воздействия если вы например вызывая десс-службы меняете их налево и направо одну вызову что-то не помогло другую вызову службу тоже что-то не помогло вызову к третью получается так что мастер дезинфектор приезжает к вам в квартиру не зная чем обработали до него может просто не угадать с препаратом выбрать например тот же химический класс или тоже даже вещество то же самое и может просто добавить клопам иммунитета поэтому хороший дезинфектор которому важен результат а не просто обработка он должен руководствоваться следующими принципами первый это собрать полный анамнез квартиры чем обрабатывали когда обрабатывали насколько помогло не помогло какой был результат все это дезинфектор еще до обработки должен выяснить обязательно чтобы понять какой препарат какой химический класс подобрать в данной ситуации второе правильно подготовить квартиру это тоже очень важно потому что скажу вам по секрету правильно подготовленная квартира это 50 процентов успеха до 50 процентов это слишком много можно сказать зачем вообще дезинфектора вызывать но на самом деле это так и третье это подробный инструктаж то есть дезинфектор просто обязан вам рассказать что дальше делать после обработки чтобы вы случайно например не помыли всю квартиру а то как бывает случай что вызывают сразу после обработки химчистку всей квартиры и как бы весь яд портят и эффективность страдает значительно поэтому нужно обязательно проводить профилактическую беседу с человеком у которого обрабатываем и донести всю информацию полную как будет дальнейшее развитие событий как будут клопы себя вести то есть выведение клопов можно сказать что это целая наука и самостоятельная обработка она как правило просто ухудшает ситуацию потому что в обычных магазинах как правило не продаются профессиональные препараты от клопов да даже если купить профессиональный препарат тоже человек не зная вот этих вот тонкостей может тоже ухудшить ситуацию не той химической группы обработать или опять той же и в итоге иммунитет увеличивается увеличивается у клопов или например купить готовые формы препаратов в форме аэрозолей баллончики побрызгать еще хуже будет то есть клопы вообще по всей квартире разбегутся еще и к соседям побегут то есть таких ошибок следует избегать итак заканчивая этот видеоролик теперь мы все хором должны сказать какое же средство самое эффективное самое мощное самое лучшее самое классное такого средства просто не существует нужно учитывать все эти факторы которые мы разобрали в данном ролике и тогда будет успешная обработка и от клопов получится избавиться максимально быстро поэтому специалисты компании геродес готовы вывести клопов с объектов любой сложности просто позвоните по этому номеру который указан у вас на экране и операторы вас очень подробно проинструктируют и помогут в вашей ситуации ваше время ваше время